Здравствуйте, меня зовут Николай Ягодкин, и сейчас я поделюсь с вами секретом, как поставить навык понимания на слух в несколько, а то и в 10 раз быстрее, чем вы бы поставили его, слушая те же самые материалы, но без специального алгоритма, которым я с вами поделюсь. Навык понимания — это очень-очень-очень важный навык в структуре навыков иностранных языков. Существует всего четыре навыка, которые вы используете при использовании иностранного языка, это такие навыки, как чтение, письмо, говорение и навык понимания. Навык понимания — самый применимый навык, поскольку более 40% времени всего использования языка вы будете именно понимать на слух. Не читать, не писать, не говорить, а именно воспринимать информацию, которая будет дана вам на слух. И это самый сложный навык в постановке для русских. Ситуация следующая. По экзаменам международным можно судить о том, что русские прекрасно читают самые высокие оценки именно по чтению, хорошо пишут, достаточно неплохо говорят и намного хуже понимают на слух. Если возьмем европейцев или других иностранцев, обычно они хорошо понимают на слух, достаточно хорошо говорят, но хуже, чем понимают, пишут очень плохо, читают примерно так же, как понимают или лучше. Почему именно у нас, именно в России и почему навык понимания настолько сложен, для нас сейчас я вам расскажу. Начнем мы немножко издалека по теории постановки навыков. Я вам расскажу, почему можно слушать 100 часов, а можно слушать 10 часов, один и тот же материал, но иметь совершенно разный, при одной и той же уровне включенности, но иметь разный результат. Есть кривая, которая говорит соотношение между процентом времени, процентом внимания, уделенным на одну задачу и эффективностью роста навыка в этой задаче. Это 100%. Если вы 100% времени уделите одному навыку, то есть сконцентрируетесь именно на отработке одного навыка. Например, если вы плаваете, в эту тренировку вы только будете заниматься грибком. Если вы учите английский язык, именно в этом разговоре вы будете обращать внимание только на произношение одного согласного или одного гласного звука. Тогда уровень постановки этого навыка и качество его будет на очень-очень высоком уровне. Если вы вообще не уделяете, например, произношению или грамматике времени, точнее своего внимания, результат будет нулевой. Как же распределиться между нулем и 100%? Это зависимость или закономерность. Если вы 50% времени посвящаете одному навыку, а 50% другому, то есть если вы попробуете одновременно следить и за грамматикой или за каким-то ее отдельным аспектом, и за произношением, то каждый из этих навыков будет у вас формироваться, расти с такой вот эффективностью. Если вы одному из навыков уделите 70%, а всем остальным 30%, внимание, эффективность будет повыше. Если вы уделите 90%, эффективность будет еще выше. Но разница между 90 и 100%, на самом деле тут мне просто не позволяет флипчарт рисовать выше, разница между 90 и 100% будет колоссальная. Попробуйте следующую задачу. Решать сложные математические уравнения и каждые 10 секунд заглядывать в контакт на 5 секунд отвечать на вопросы. То есть распределение примерно 70 на 30. Как вы думаете, сможет ли вы сконцентрироваться на решении математических уравнений и сможет ли вы сконцентрироваться на беседе в контакте? Скорее всего нет. Не там, не там. Если же вы сначала решите все уравнения, а потом проведете беседу, уровень концентрации будет намного выше. В обучении это еще более заметно. То есть при выполнении каких-то задач, которые вы уже умеете делать, например, написание диплома, статьи, переговоры. Если вы полностью свое внимание на 100% выделяете одной из задачи, эффективность намного выше. В обучении, когда вам нужно кроме выполнения самой задачи еще и ставить навык, разница в разы. Поэтому чем грамотнее преподаватель, чем быстрее его ученики достигают результатов, тем более глупые и смешные у него задания. Он выделяет какой-то отдельный мини-навык, убирает все остальные аспекты, чтобы не занимать внимание ученика и 100% времени, 100% внимания уделяется именно одному навыку. В этом идея всех упражнений. Какие навыки и какие у нас есть элементы при навыке понимания? Во-первых, есть разные уровни навыка понимания. Давайте подведем некую общую черту и посмотрим, из чего состоит сам навык понимания. В самом начале, когда вы первый раз слышите иностранную речь, есть негласный договор между всеми людьми, которые говорят на этом языке, а также всеми бытовыми приборами, компьютерами, аудио-видеозаписями и исполнителями о том, что если человек послушал меньше 30 или 40 часов данного языка, то все люди при рождении и все бытовые приборы при сборке подписывают договор о том, что они не будут давать этому человеку возможности услышать паузу между словами. То есть специально, если телевизор видит вас и знает, что вы меньше 40 или 50 часов слушали английский язык или китайский, телевизор специально будет склеивать слова. Но как только вы пройдете вот эту проверку 40-50 часов, вы начнете слушать слова отдельные, выхватывать их. И перейдете уже к первому, точнее уже даже ко второму этапу. Первый этап это будет пауза. Второй этап это будет вычленение слов. Тогда, когда вы будете опознавать по вот этим отдельным фрагментам, сможете опознавать слова. С английским языком, скорее всего, если у вас уровень хотя бы elementary или выше, у вас уже такой проблемы сильной не стоит. Обычно вы, если слово знаете, насколько его опознаете. И эта как раз задача решается достаточно легко. Если возьмем китайский язык или корейский или какой-нибудь тайский, где есть тонны, в корейском нет тонов, но там огромное количество букв, которых в русском языке нет и звуков. Там три буквы п, три буквы т, которые не так-то просто услышать. Но если мы берем язык вроде английского или немецкий, итальянский, испанский, там все будет намного-намного проще. То есть этот период достаточно быстро проходится. И вы начинаете опознавать знакомые слова в том звукоряде, который слышите. И следующий этап, к которому вы переходите, называется семантическое понимание. Семантическое понимание – это когда из набора слов, которые вы поняли отдельных, вы формируете предложение. Наверное, вам знакома ситуация, когда вы услышали все слова, но не смогли понять смысл фразы. Либо вам не хватило грамматики, либо вам не хватило, либо вам хватило грамматики, но не хватило смысла. Особенно если человек говорит быстро, особенно если это важная информация, и особенно если, не дай бог, одно слово у вас выпало, мозг почему-то ваш отказывается собрать полную картину. Хотя в русском языке, если вы едете в такси и разговариваете с таксистом, половина слов может быть непонятна. Но вы все равно достраиваете смысл фразы и смысл разговора. Получается забавно, но даже при не слышать, если вы не слышите половину слов, вы можете достроить смысл. В английском языке почему-то это блокируется, и вы даже, зная 99% слов, крайне трудно не на чтении, а именно на понимании на слух достраиваете значение. Все потому, что этот навык вы практически никогда не отрабатываете. Почему? В 99% случаев вам просто тупо не хватает слов, и вы не переходите к этому этапу, а вы пытаетесь разобраться, что же там за слово. Для того, чтобы перейти к семантическому пониманию, вам нужно иметь полностью предложение, в котором каждое слово вы услышали и поняли, и не потратили слишком много времени и внимания на выделение этих слов. И только после этого у вас есть какая-то секунда на то, чтобы осознать, собрать все вместе, и именно этот навык, к сожалению, практически мы не отрабатываем. Все потому, что наше понимание состоит из нескольких задач. Первая задача – это непосредственно расслышать слово. Тут все просто. Большинство из вас этот навык либо уже сформирован, либо я расскажу, как его формировать в аспекте того алгоритма, про который рассказываю. Дальше у вас есть непосредственно семантическое понимание, которому вы уделяете, может быть, один, два, три процента времени вашего слушания. Про один, два, три процента времени – это будет не один, два, три процента эффективности, а это будет 0,1, 0,2, 0,3 процента эффективности в самом лучшем случае. Почему? Все остальное время вы думаете о словах. Вам просто не хватает слов, вы не можете перейти к отработке навыка семантического понимания, потому что вы еще не делаете базовых вещей. С вождением, чтобы научиться замечать знаки, чтобы научиться оценивать дорожную обстановку, научиться смотреть по зеркалам, вам нужно как минимум сначала научиться крутить руль, управлять машиной и переключать передачи. Только после этого вы можете свое внимание рассеивать уже на зеркала, потому что до этого вы просто не поедете. К сожалению, к счастью для вождения, покатавшись 10-20-30 часов, эти навыки автоматизируются, и вы переходите на следующий уровень, и теперь вы уже рулем и педалями управляете на уровне автоматизма, и вы переходите на следующий этап. Так же, как здесь, вы переходите на следующий этап, и действительно слышите все знакомые слова, вам уже не нужно напрягаться. Но этап знания слов вы почему-то никогда не переходите. Потому что если вы берете нормальный, адекватный, нормальный, адекватный материал, то там, скорее всего, будет огромное количество слов неизвестных для вас, или хотя бы часть слов будет неизвестных. Если вы поговорите с преподавателями иностранных языков, хорошие фильмы, качественные фильмы, качественные сериалы, даже для них содержат много незнакомых слов. Благо, у них навык семантического понимания так или иначе поставлен, просто за счет либо огромной длительной работы, либо правильного алгоритма. И для них это не является критичным, незнание этих слов. Для вас это являлось бы критичным, если у вас не поставлен навык семантического понимания. Так вот, в автомобиле все это автоматизируется, вы переходите каждый раз к следующей, к следующей задаче. Здесь это, к сожалению, не автоматизируется, потому что каждый раз на любом этапе изучения языка у вас есть два выбора. Либо вы берете более простой текст, на начальном этапе это будет текст I have a dog, my dog is good, good is good, dog is dog, the end. И все. Вот на таком уровне, конечно, все слова будут понятны, и вы можете даже семантическое понимание свое тренировать. Но понятно ли, что на таком тексте семантическое понимание тренировать бессмысленно, потому что слишком простой текст. Так вот, нам с вами нужно решить две задачи. Первая, узнавание слов. Второе, знание слов. И третья, как только мы решим эти две задачи, 100% вашего внимания будет направлено на семантическое понимание. А если вы отслушаете 20, 30, 40 часов, именно зная все слова и концентрируясь только на семантическом понимании, это будет намного лучше, чем тысячу часов. Вы просто наслушаете того же уровня текст или того же уровня сериал, фильм, но не зная слов и не все слова правильно слыша. Как мы этого добьемся? Для того, чтобы определить, как мы этого добьемся, давайте определимся, на каком материале мы будем работать. Для того, чтобы поставить навык семантического понимания на слух, нам надо, разумеется, воспринимать материал на слух. Но не просто воспринимать, а по специальному алгоритму. Во-первых, давайте определимся, что именно мы будем слушать. Потому что слушать можно либо видео, либо аудио. Разумеется, слушать мы будем видео, поскольку видео на порядок проще, Потому что, во-первых, человек говорит, и мы видим движение губ. Во-вторых, если это сериал или фильм, то, что человек говорит, так или иначе сопровождается эмоциями или действием. И воспринимать на слух, воспринимать картинку намного проще, чем воспринимать звук. У меня есть специальная градация языков восточных по крутости их владения. И есть языки, на которых я могу по телефону разговаривать. Вот это на порядок более высокий уровень владения, чем если я могу объясниться просто в контексте. С человеком встретившись. По телефону на порядок сложнее. Поэтому видео. Видео бывает двух видов. Для нас оно бывает двух видов. Это фильмы. Сюда же, кстати говоря, третьим видом давайте введем всякие новости, подкасты и так далее. Фильмы и сериалы. Принципиально вот есть два полиса. Что мы выберем? Фильмы или сериалы? На самом деле мы выберем сериалы по следующим причинам. Нам нужно привыкнуть к тому, как говорит каждый человек. На каждой своей лекции вначале я говорю медленнее, дальше ускоряюсь, ускоряюсь, ускоряюсь. Почему? Первые 5-10 минут я даю время слушателям привыкнуть к скорости своей речи. Почему? Если бы я не давал этого промежутка, то информация, которую я давал в самом начале, воспринималась намного хуже. Потому что люди часть своего внимания отвлекают на разбор моей речи, поскольку она для них новая, непривычная, даже исходя из того, что я говорю на русском языке. И они говорят тоже на русском языке. 10-15 минут они привыкают к моей речи и количество внимания, которое на разбор речи нужна, сокращается в 10 раз. Все остальное внимание идет именно на сам материал. Поэтому мы берем сериалы, потому что они длинные, я бы сказал, очень длинные. И за первые 1-2 сезона мы полностью привыкаем к речи каждого героя. Во-первых, количество героев там ограничено. И если вы посмотрите первую серию, а потом через 10 серий еще одну серию, вы увидите, что количество понятых слов и смысла здесь и здесь будет принципиально разным. Почему? Вы привыкнете к речи каждого героя. И у вас эта задача, в нашей структуре задач, будет решена. Осталось решить слова. И сейчас я расскажу, как мы их будем решать. Сериалы длинные. Сериалы однонаправленные. То есть, если вы берете сериал про юристов, скорее всего, если у них не случится кризиса 1991 года, и они все не поменяют работу, например, на врачей или на торговцев, они так останутся юристами. Друзья, там будет все о друзьях. Сериал клиника, будет все о клинике. Доктор Хаус, там всегда все о докторе Хаусе. То есть, если вы выбираете сериал с направленностью лексики, вы можете быть уверены, что именно эта лексика там и будет встречаться. Плюс, сериал потрясающе удобен тем, что один-два сезона, и вы уже можете практически без словаря смотреть. Потому что самые употребительные фразы, шутки и слова, которые относятся именно к этой предметной области, уже будут названы здесь. И вы их уже будете знать. Поэтому именно сериалы. Теперь обсуждаем вопрос субтитров. Нужны они или нет, и какими субтитрами мы будем пользоваться. Если мы будем смотреть с субтитрами, давайте обсудим сначала с русскими субтитрами. Есть умники, по-другому их не назвать. Обычно они просто не знают ни одного иностранного языка, поэтому рекомендуют смотреть фильмы с русскими субтитрами. И в мозгу якобы происходят процессы, когда русское написание слова и одновременное ваше услышивание, назовем его так, иностранного слова, как-то связываются. На самом деле идея правильная. С точки зрения нейрофизиологии, с точки зрения бихевиоризма, идеально правильная идея. Но мозг-то наш не дурак. Мозг наш делает хитрее. Он всегда из двух задач выбирает самую простую. То есть халява – это основной двигатель прогресса. Поэтому наш мозг видит, что одна и та же информация дублируется на русском и на английском языке. Причем на русском она дублируется в виде письменного, что еще легче воспринимать, чем на слух. Потому что если печатными буквами написано, то уж легче ситуацию придумать сложно. Даже если диктор говорит, лучше, чтобы это было написано печатными буквами. И второй вариант – слушать на английском языке, когда у нас все вышеописанные проблемы стоят перед нами. Конечно, мозг выбирает вариант читать на русском языке. Простой пример вам. Если хотите статистики, рассказываю следующее. Россия, Украина, Беларусь, немного Болгария, немного еще другие страны, бывший советский блок, только в этих странах принят дублированный перевод. То есть берется фильм «Терминатор 2», он переводится и по телевизору показывается уже на русском языке. Отсюда в 90-х годах возникли замечательные переводчики, которых мы все знаем. Почему? Потому что в России не принято пускать фильм в оригинале. Вы хоть раз по телевизору, не по кабельному каналу видели фильмы, которые были не переведены? Скорее всего, нет. Опять же, другая ситуация в странах по всему миру, где вы с трудом найдете на испанском языке фильм. Например, «Терминатор 2» на испанском попробуйте найти. Это будут какие-то частные переводы. В большинстве стран мира, которые не относятся к бывшему советскому блоку, кроме, может быть, Китая и нескольких еще других стран, для них культура дублированной природы никогда не существовала. Всегда всем, кому старше 6-7 лет, предоставляются фильмы с субтитрами. Если вы когда-то смотрели экранки, которые в Японии и в Корее выходят чаще и раньше, то вы видели, что там фильм на английском языке, субтитры на корейском языке, и сверху, когда эта экранка транслируется в Россию, наложена еще и русская дорожка. Почему? Там никогда не переводят на корейский язык. Если «Терминатор 2» снят на английском языке, его на английском показывают, с корейскими субтитрами. Почему я сказал старше 6-7 лет? Потому что губка Боб переведен на корейский язык, переведен на японский язык, переведен на другие языки. Так же, как и смешарики, так же, как и, кто там у нас, покемоны. Почему? Дети, считается, что маленькие дети не умеют читать. Поэтому для детей, только для детей существует перевод. Неважно, дублированный или нет, переводят мультики. Все остальное не переводят. Как вы думаете, корейцы или японцы? Обычно среднестатистический школьник, корейц или японец, говорит на русском, на английском лучше, чем среднестатистический русский или нет? А русский потрясающе плохо говорит на английском языке, если мы сравним с Европой. Конечно, они говорят хуже. Намного хуже. Хотя они всю жизнь, с малолетства, до своих 20-25 годов, смотрели большую часть фильмов иностранных, большая часть этих фильмов была на английском языке, и все они были с субтитрами на их родном языке. Поэтому идея о том, что надо смотреть на русском субтитры и на английском фильмы, она не выдерживает никакой критики, потому что миллиарды людей почему-то за 20 лет не научаются слушать тысячами и тысячами часов. Обсудим теперь вопрос, если язык к языку, иностранный к иностранному, то есть английский, например, к английскому, тоже субтитры. Опять же, по вышесказанному, мозг будет выбирать самый простой путь. И мозг подумает, я могу читать субтитры на английском, или могу слушать на английском, что же я буду делать? Мозг адекватного, грамотного человека выберет, конечно, читать, потому что читать легче. Если вы сейчас пройдете тест, если вы свой язык брали не в среде, да и даже если брали в среде, то есть если вам старше 5-6 лет, в 99% случаев навык понимания будет намного хуже навыка чтения. В 99% случаев. Исключение ставят только дети, которые еще не умеют читать, но уже умеют воспоминять на слуху. Так вот, мозг опять же подумает, читать или понимать? Конечно, читать. Делались интересные эксперименты, брали фильм, давали английские субтитры к английскому фильму, люди смотрели, а потом меняли звуковую дорожку на немецкий. Людей не предупреждали, скажем, манера говорить у них была похожая, только язык сменился. Люди уже привыкли читать субтитры, и когда их спросили в конце фильма, изменилось ли что-нибудь, они сказали, да, в середине фильма герои начали грубее друг к другу относиться, видимо, это был нокаус страстей такой. Там был еще и фильм интересный сам по себе, поэтому они не отвлекались на то, чтобы слушать английский язык. Мозг Десна выбрал наиболее простой способ, то есть читать. Когда вы смотрите фильмы с субтитрами, считайте, что вы просто читаете книжку, и еще смотрите параллельно фильм, то есть распределяете свое внимание на несколько задач. роста при этом никакого не происходит. Если вы наслушали тысячу часов с субтитрами, скорее всего, это не дало вам особого результата. Как же мы будем с вами поступать? Мы возьмем фильм, скачаем субтитры на языке, на котором вы собираетесь этот фильм смотреть, то есть к английскому английский, к испанскому испанский, к итальянскому итальянский. Если вы не носитель русского языка, к русскому русский. И начинаете смотреть без субтитров. Вы смотрите до того момента, пока вы понимаете, о чем говорят, то есть понимаете смысл. Если вы не понимаете какое-то слово, или не понимаете смысл, вы останавливаете, отматываете на 5, на 10 секунд назад, есть специальные кнопки, назад на 5 секунд вернуться, назад на 10 секунд, или вперед на 5, вперед на 10. Включаете субтитры, опять же есть специальная кнопочка, в большинстве плееров, включить субтитры, горячая клавиша. На некоторых плеерах вообще это буковка S, то есть вы берете backspace, нажимаете на 10 секунд назад, S, включаются субтитры. И вы читаете субтитры. Как только вы разобрались, что происходит в этом фильме, в этой фразе вы идете дальше. Дальше и дальше. Этот алгоритм вроде как интересен, потому что он нам позволяет вывести нас на исправление ошибок. Самое важное, именно исправлять ошибки. Но, наверное, вы догадались, что в 90% случаев ни о каком темантическом понимании здесь речи не пойдет. Речь будет идти о незнании слов. Если главный герой выдает шутку, которую вы хотите понять, то из нее, из 15 слов, 5 могут быть непонятными. Поэтому даже если вы их переведете, даже если вы их выучите, вряд ли до 10-го раза повторения этой реплики вы начнете хоть что-то семантическое понимать. 99% остановок будет связано с двумя вещами. Не с семантическим пониманием, а 99% остановок будет связано с двумя проблемами. Первое. Вы не услышали слово, не расслышали. Вторая проблема, вы просто его тупо не знаете. И больше всего вариантов, больше всего проблем будет с тем, что вы не знаете слово, а его не не расслышали. Поэтому опять же у нас получается работа с семантическим пониманием крайне мала. Только там, где вы все слова знаете, вдруг. Что происходит крайне редко. Если бы мы могли избавиться от ошибки, избавиться от проблемы незнания слов, было бы все замечательно. И сейчас я вам дам другую технологию работы с текстами, обогащения словарного запаса через тексты, которые позволяют нам избавиться от незнания слов. Техника эта выглядит следующим образом. Вы берете текст, в данном случае, вы берете текст субтитров к данному сериалу, либо скрипта. Скрипт это там, где прописано еще действия каждого героя. Субтитры это то, что они говорят. Это будет самая живая разговорная речь. Если вы хотите поставить именно разговорный язык, понимание разговорной речи, вам не нужны никакие книги. Ни в коем случае не берите высокохудожественные книги, особенно Шекспира. Явно те слова, которые там будут употребляться, в обычной жизни, в современном мире не употребляются. А опять же, современные реалии вряд ли отражены у Шекспира. Как я помню, там ни одного черного не было в Шекспире. Или были? Были. Были, были. Как минимум трое. Да. Хоть что-то отражено, но в большинстве случаев реалии не отражены. Текст. У вас есть текст субтитров. Говорит один, говорит другой, говорит один, говорит другой. Возьмем любой текст, как мы в школе привыкли с ним работать. Мы привыкли с ним работать неправильно, нетехнологично, потому что нам говорили прочитай текст, встречаешь незнакомое слово, смотришь в словаре, встречаешь два незнакомого слова рядом, потом плачешь и смотришь в словаре, встречаешь незнакомое слово рядом, рвешь на себе волосы, смотришь в словаре, ничего не понимаешь, идешь дальше. Почему? Пока посмотрел одно слово, второе, первое забыл, второе, третье, второе помнишь, первое забыл, а уж прочитать целиком предложение, столько одновременно разных задач выполнить, не каждый супермозг может. Поэтому, прочитав текст, мы приходим к следующему результату. Вы, скорее всего, не запомнили те слова, которые посмотрели. Почему? Если бы вы с одного раза запоминали иностранные слова, мой тренинг по технологии запоминания иностранных слов со скоростью 100 иностранных слов в час не пользовался бы такой популярностью. Если бы вы могли посмотреть слово и запомнить, вы бы запоминали их сотнями в час. В реальности происходит следующее. Вы запоминаете одно-два слова, которое несколько раз повторилось за текст, не более того. И то в кратковременную память. Вы, скорее всего, плохо поняли смысл текста, поскольку, если там было много незнакомых слов, вы читали его долго и концентрировались именно на иностранных словах. То есть вы не можете концентрироваться на смысле, пока концентрируетесь на словах. Настроение при такой работе с текстом у большинства людей резко поднимается, люди начинают радоваться. Когда всего одну страницу текста, они работают всего с ней 45 минут. Разумеется, настроение поднимается. Когда вы проработали вот так текст, вы думаете, я не получил результата по заданиям слов, не получил результата по смыслу, не получил удовлетворения, что мне делать? Вы спрашиваете у преподавательницы или учительницы, и она говорит, сделай еще раз. Эта учительница, скорее всего, не знает слов Эйнштейна, который говорил, делаешь то же самое, рассчитывая на другой результат, это первый признак безумия. То есть, если вы рассчитываете еще раз прочитать, еще раз посмотреть в словаре и добиться какого-то другого результата, нежели тот, который здесь, это первый признак безумия. Но учительница никогда не получила бы свое место в школе, если бы она не была гениальной Эйнштейна. Почему? Восемь раз, сделав одно и то же действие, вы обратите внимание, что многие слова так или иначе хоть как-то в кратковременную память запомнились. Вы более-менее на самом деле начали понимать текст. Настроение, конечно, осталось тем же самым или еще хуже. Слов вы, кстати говоря, даже некоторые запомнили. Слов консист, вы, скорее всего, помните из текста Лондон, столица Великобритании. Почему этот текст настолько популярен среди маленьких детей? Потому что это первый текст, в котором было около десяти незнакомых слов. А десять незнакомых слов для ребенка это выше крыши. При десяти прочтениях этого текста получается вот такой вот результат. К сожалению, самое плохое не то, что вы много времени потратили, а самое ужасное то, что ребенок приучается к такой работе с текстом никогда в жизни, выучив английский язык, не будет действительно воспринимать иностранный язык в том виде, в котором нужно. То есть не будет работать с иностранными текстами. Большинство людей, которые получили уровень Intermediate, почему-то не осмотрят новость на иностранном языке, не читают литературу в оригинале на иностранном языке и даже техническую литературу ищут переводы статей, а не читают на английском. Хотя могут. Почему? Именно потому, что с детства не знаешь, что нужно по пять раз прочитать и смысл особенный. Ты не получишь из этого текста. Опять же, работа с семантикой. Я предлагаю следующий алгоритм. Пошаговый. Состоящий из трех этапов. Этап первый. Вы вычеркиваете слова. Именно вычеркивать, не подчеркиваете, не выделяете, вычеркиваете. Что это значит? Видя незнакомое слово в тексте вы делаете вот так. Почему я говорю не подчеркиваете? Потому что если вы будете подчеркивать слово, вам нужно будет прицелиться, подчеркнуть и глаз должен быть сфокусироваться на слове. Раньше, когда я сам набирал словарный запас на корейском и других языках, я делал следующее. Я брал вот такой же фломастер, ударял его об стол, чтобы он был, скажем так, расширился, его пишущий элемент. И просто делал вот так. Раз, 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 раз. Выделял слова, которые видел незнакомые. На самом деле, на одну страницу вы потратите считанные секунды, 10, 15, 20 секунд. Вы мне скажете, как так? Если я читаю страницу минуту-две, как я 15 секунд выделю все слова? На самом деле, вы можете натренироваться на 10, 20, 30 страницах. Именно выделять, это называется, как корректорское зрение. Корректоры никогда не читают то, что люди пишут, когда они ищут орфографические ошибки. Поэтому вы выделяете все слова и пунктом 2 вы идете сверху вниз по тексту и запоминаете эти слова. То есть, встречаете слово, смотрите его в словаре. Если понятно, в каком контексте оно употреблено, запоминаете именно в этом контексте значение. Если вам непонятно, вы идете сверху вниз. Если вам непонятно, в каком контексте именно в этом тексте употреблено это слово, вы читаете предложение. Но ни в случае не читаете текст. По технологии знания 100 слов в час, в среднем наши студенты курса английского языка запоминают 50 новых слов из текста примерно за 19-22 минуты. 50 новых слов это примерно половина курса годового в школе в обычной общеобразовательной, поскольку полторы тысячи слов за 11 лет является хорошим результатом на ЕГЭ. То есть это достаточно, чтобы сдать ЕГЭ на хорошую оценку. И только третьим пунктом один раз вы читаете текст сверху вниз. Зачем мы используем именно эту технологию? Во-первых, мы набираем слова из того текста, который нам нужен. Хотите стать медицинским медиком в математике, точнее в медицине, вы берете медицинский-медицинский текст для медиков, читаете, точнее не читаете, вычеркиваете слова, выучиваете и читаете. Вы берете слово из контекста, используемое в контекст, возвращаете. Если вы хотите освоить, например, технический язык или язык, как называется, инструкция к эксплуатации домашней техники, вы берете стиральную машину, читаете эту инструкцию по вот этому алгоритму и вторую инструкцию, которую вы будете читать, будет читаться намного легче. Прочитав 30 страниц медицинского текста для медиков, вы будете легче читать медицинский текст для медиков дальше, потому что нужные слова вы наберете. Это потрясающая технология набора словарного запаса. Именно ради нее, именно для этой цели в большинстве случаев используются данные технологии. Плюс для нашей техники по установке навыков понимания на слух. Нас интересует взять субтитры, проработать по этому алгоритму до третьего этапа, а третий этап мы заменяем непосредственно просматриванием, просмотром нашего видео. То есть вы скачиваете субтитры, полностью их прорабатываете, выучиваете все слова из фильма, и когда вы приходите непосредственно к просмотру фильма, у вас, во-первых, есть психологическая уверенность, которая основана на том, что вы учили все слова, в том, что все слова вы знаете. Там могут попасться слова, которые вы знаете, но которые в данном контексте не знаете, как употребляются. Но в большинстве случаев в 99% каждое слово вы будете знать. И все ваши остановки будут связаны только с тем, что вы либо не расслышали слово, что, кстати, крайне маловероятно, они будут связаны, если вы с непониманием непосредственно контекста или смысла. Все остальное время, 95% до остановок, вы будете точно знать все слова и точно концентрироваться на понимании семантическом текста. Вас не будет раздражать уже стиль разговора каждого героя, потому что вы к нему привыкли, и вы будете знать все слова. Мозг не сможет отмазаться и сказать, что «Боже мой, тут столько незнакомых слов, как я пойму смысл?» Единственное, чем мозг может отмазаться, это если вы глухой. Тогда да. В остальных случаях ему придется воспринимать смысл, ему не на что будет отвлечься. Если вы натыкаетесь на фразу, которую вы знаете все слова, но не понимаете семантически, вы отматываете, включаете субтитры, читаете фразу, а дальше задаете Google вопрос, а почему оно так, как это переводится, или выписываете эту фразу, несете преподавателю. В 90% случаев эти фразы будут, скорее всего, какими-то шутками, какими-то устойчивыми выражениями, фразовыми глаголами, но на это вам ответит словарь. И, может быть, в 10% случаев это будет что-то относиться к грамматике, что вы просто не смогли понять обычным способом. Таким образом, исправив все вот эти ошибки понимания, то есть вы наткнетесь на самые прототипические ошибки, на самые прототипические выражения, проработав несколько десятков серий сериала, у вас навык понимания на слух настолько увеличится, и ощущение при восприятии английской речи реально поменяется. По нашим примерным оценкам, 50 часов дает плюс 2 уровня к пониманию, 50 часов именно работы на слуху, плюс 2 уровня к пониманию. Чтобы вы понимали, 2 уровня понимания вы можете слушать 1000 часов обычный телевизор и не получить 2 уровня по пониманию. Причем это не обязательно на том тексте, который вы полностью разобрали слова, а на любом тексте. То есть наш алгоритм позволяет вам 100% вашего внимания сконцентрировать именно на навыке понимания. То есть каждую минуту, когда вы смотрите видео, вы получаете вот столько эффективности, прироста к навыку семантического понимания. Если же вы обычным образом смотрите, вы получаете вот столько. Видно ли, что есть некоторая разница? Прослушать 10 часов вот так или прослушать 1000 часов вот так? Разница огромна. Плюс, если вы берете тот сериал, который, скажем, максимально отвечает вашим потребностям, например, вы медик, берите Доктор Хауса. Если вы хотите американский, английский, берете американский сериал. Если вы хотите гангстерский язык, берете гангстерский сериал. Если вы хотите британский язык, берете британский сериал. Если такой найдете, конечно. Есть парочка, но их мало. И ставите навык понимания 40, 50, 60 часов равносильно 1000 и более часов обычного наслушивания Вы набираете себе словарный запас Вы набираете себе навык понимания как таковой Единственная загвоздка здесь, это, разумеется, запоминание слов У нас есть инструмент, который позволяет их запоминать со скоростью 100 слов в час Поэтому, если вы берете 2 серии сериала и у вас 300 незнакомых слов А в начале именно так и будет У вас есть 2 выбора Либо вы месяц каждый день по 10 слов запоминаете зубрежкой Либо вы их запоминаете за 2,5-3 часа по нашей технологии Всю информацию можно найти на нашем сайте И пройти обучение, которое длится от 1 до 2 дней И применять в полный рост данную технологию По установке навыка понимания на слух Спасибо вам за внимание Отзывы о данном видеоуроке вы можете написать по ссылке ниже И вы получите специальный подарок Материалы из списка сериалов и ссылки И где взять для них субтитры уже обработанные Я с вами прощаюсь До встречи на следующих видео на наших программах Спасибо